Не служил, значит без подарка на 23-е. От создателей, почему 8 марта праздник слабого пола, когда мы такой же сильный. Противоречивые женщины. Мужчинам остается лишь угадывать, что подарить своей даме на праздник и не оскорбит ли это ее чувства. Наверное, телефон. Желательно, да, марки айфон. Шикарный букет цветов. Ну и праздничный нужен. Дивиллерный украшаю. Скраб за 100 рублей. Вообще так, чтобы женщина хотела, какой сама. А так, ну цветы. Последний спикер попал в точку. Большинство опрошенных женщин выбрало цветы. Скромно с одной стороны, с другой цветы им хочется не только на 8 марта. Некоторые мужчины согласны с таким требованием, а также с тем, что запросы женщин 21 века подросли. Если раньше можно было с поля сорвать ромашку, да, девушка будет в полный рот улыбаться. И сейчас подарить букет цветов, особо там спасибо можно не дождаться, да. Но не всем нужна дороговизна. Многие девушки уверены, что подарок должен быть оригинальным. А банальные цветы можно и без повода подарить. Мой, например, личный топ – это, наверное, больше подарок не по стоимости, а по эмоциям. Подарки должны быть именно с какой-то внутренней составляющей. Не просто так, я там зашел, купила или зашла, купила духи и подарила, да. А именно с внутренностью. Что касается отношения к гендерным праздникам, общество женщин делится на феминисток, которые выступают противниками отдельных дней для женственности и мужественности. И девушек, которые подчеркивают свою хрупкость. Кто-то считает борьбу за равенство навязанной идеей. А психологи говорят, что борьба сторон – нормально. Вопрос о гендерности – это я бы, наверное, сравнила с какой-то зомбификацией, которая идет у нас от Европы, от Америки. То есть женщины начинают бороться за какие-то свои права. Там, например, женщина хочет, чтобы ее называли не режиссером, а режиссеркой. Не косметологом, а, может быть, косметологиней. То есть я это все отношу к каким-то, ну, возможным течениям, которые идут из европейских государств. Волна феминизма, которую мы сейчас наблюдаем, она не может не встречать какой-то ответной реакции. Ну, потому что идея всегда, ну, как-то обществом воспринимается. Она раскалывает общество на несколько лагерей. Кто-то поддерживает, говорит, да, девчонки, нам не нужен этот праздник, что это за глупости, заберите свои цветы. А кто-то, наоборот, говорит, нет, это важный праздник, вот, это же повод надеть платье. И мужчины, и женщины считают, что праздники все равно нужны. Хотя бы для того, чтобы расслабиться в дополнительный выходной. И пусть мужчины часто не угадывают женские желания, а женщины дарят на праздники носки, оба пола сходятся на том, что лучше дарить внимание не в специальные дни, а постоянно. Тогда споров о гендерных различиях будет значительно меньше. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Илья Халяпин.